Депутаты Рязанской городской думы Сергей Самарский и Андрей Савичев уже традиционно в преддверии праздника победы организуют для ветеранов, жителей железнодорожного района, фронтовую поляну. Этот год исключением не стал. В первую очередь делегация направилась к памятнику, посвященному работникам Рязанского керамзавода, ушедшим на фронт. К мемориалу возложили цветы, после чего ветераны войны произнесли трогательную речь. Мы живем с вами на исторической земле, в исторические моменты, когда мы отмечаем с вами 70-летие победы советского народа, в годы Великой Отечественной войны. Именно наступление победы началось с Рязанской земли. Ну и как тут обойтись без вкусного стола? Фронтовую поляну, как и в предыдущие годы, было решено разбить в сквере у местного дома детских искусств. Депутаты стараются уделять ветеранам как можно больше времени, слушают их историю, всегда реагируют на их просьбы. Ведь с каждым годом участников войны остается все меньше. Мы в преддверии праздника 9 мая организовываем так называемую фронтовую поляну. В этом году, учитывая, что это большой юбилей, 70 лет со дня победы, мы также привели в порядок парк керамзавода «Обелиск павшим воинам». Сделали благоустройство. Сегодня собралось у нас около 100 ветеранов, которые и участники войны, и тружники тыла, и дети войны. Сегодня мы празднуем самый светлый праздник, праздник всех праздников, который только может быть в нашей стране, по крайней мере. Поэтому хочется сказать вам слова огромной благодарности за все то, что вы сделали для будущих поколений. Спасибо вам. Хочется пожелать вам прежде всего крепкого здоровья. Живите долго на радость, а мы всегда будем вас помнить. Мы и будущее поколение. Спасибо за то, что вы для нас сделали. Пока наши дорогие ветераны, храбрые, самоотверженные и мудрые окружают нас, участвуют в воспитании молодого поколения, становятся как-то чуточку спокойнее. Хочется радовать их почаще, чтобы такие с большой буквы люди, в свою очередь, радовали нас еще долгие годы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!